Если мы возьмем с вами две зерновки, то есть на одной будет пленочка, это считается не обрушенное зерно, а вторая зерновка уже без этой пленочки, вот как раз из которой и получается наша всеми любимая каша Геркулес. В одном из двух контейнеров так называемое входящее зерно овса. Сейчас его отправляют на первичную стадию обработки, то есть очистки. Умная машина с помощью инфракрасной технологии отсортирует зерна, те, что без шелухи и с ней. По чистоте сырья, говорят специалисты, и судят о его качестве. И, конечно, это напрямую влияет на качество уже переработанной продукции. Вот здесь даже невооруженным взглядом непрофессионала видно, что здесь у нас получились как раз-таки обрушенные зерна, которые дальше уже пойдут в производство на изготовление крупы. А в отход у нас пошли большинство не обрушенных зерен, какие-то черные включения, грязь. Ни грязи, ни каких-либо включений в пищевой продукции быть не должно, но это в норме. На практике в тех же сыпучих продуктах нередко можно встретить и посторонние вещества, и предметы, и даже жучков, и червей. В опытных образцах овсяных хлопьев, что для эксперимента приобрели в магазине известной торговой сети, после очистки на фотосепараторе, еще немало брака. Посмотрите, сколько еще грязи и примесей мы убрали оттуда. И этим моментом мы повысили качество продукта. Эксперты в области сортировки сыпучей продукции утверждают, ситуация на рынке пищевой промышленности оставляет желать лучшего. Многие производители радеют не столько за качество, столько за количество выпускаемых объемов. А вот это вот белеса идет, а вот это вот отход черной точки. Так вот, был заказчик, который приходит к нам и говорит, настройте мне фотосепаратор, чтобы было все ярко-желтое. Мы настраиваем ему. Ну, соответственно, вот это все идет в отход. Я говорю, какая цель? Он говорит, Германия. Они покупают, им нужно ярко-ярко-желтое. Все, мы задачу выполнили. Он купил, довольный. Через какое-то время приходит следующий заказчик. Тоже на горчицу, но уже на российском рынке. Он говорит, уберите мне только вот эти черные. Я говорю, ну а вот эти белые, они же нет. У нас в России все съедят. От качества питания людей во многом зависит их здоровье. Нутрициологи убеждены, что те же плохо очищенные крупы могут вызывать расстройство кишечника. А чем чаще оно происходит, тем больше рисков для развития аллергии, аутоиммунных болезней. Специалисты по питанию советуют покупателям быть взыскательными. Просто нужно выбирать, уметь смотреть, читать этикетки. Конечно, ориентироваться где-то на цену. В неделю качество товаров, которое проходит сейчас в России по всей стране, производители и торговые сети призывают к добросовестному подходу в работе, а потребители – к грамотному выбору товаров. Специалисты говорят, производители, которые дорожат своим именем, а значит, болеют за качество своей продукции, медленно, но все же становится больше. Мы 100% до этого дойдем, но, к сожалению, я думаю, это не так быстро будет. Сам рынок диктует, чтобы продукцию, которую выпускают, была качественная. Потому что при плюс-минус небольшой разнице в стоимости, каждый потребитель будет своим рублем голосовать за то, что чище, то, что вкуснее, то, что лучше упаковано. В то же время обеспечение высокого уровня продукции, считают эксперты, невозможно без внедрения на предприятиях интеллектуальных систем, которые могут контролировать качество. Развивать передовые технологии в стране нужно семимильными шагами. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.